Для такого профсоюза, как СФДТ, относительно нетрудно взять на вооружение повестку дня области устойчивого развития на период до 2030 года. Почему? Потому что члены нашего профсоюза, трудящиеся, которых профсоюз защищает, это не только трудящиеся, но и потребители, и граждане. Именно поэтому мы считаем, что нам есть что сказать, когда речь идет о вопросах, волнующих все общество. Мы говорим, что необходимо бороться за качественную экономику, устойчивую экономику, экономику, которая с вами относится к окружающей среде, и в то же самое время решает экономические задачи. Это полностью соответствует 17 целям устойчивого развития. Тут не следует ограничиваться только лишь теорией, оставаться в национальных масштабах. Необходимо применять эти идеи на всех уровнях. В масштабе предприятия, в масштабе территории. Тут тоже очень много можно сделать. У нас есть целые проекты промышленной экологии, в национальных масштабах, где принимаются законы и нормативные акты. В международных масштабах у нас есть две международных организации, которые занимаются профсоюзами. Европейская конфедерация профсоюзов и Международная конфедерация профсоюзов. В эту международную конфедерацию входят 176 миллионов членов. Это крупнейшая профсоюзная организация мира и вообще одна из крупнейших международных организаций. Речь идет о том, чтобы придавать импульс демократии, помогать народам освободиться от авторитарных государств. У нас есть институции в ДТ, Бельвильский институт, где мы сотрудничаем со странами Юга, с теми странами, где профсоюзные организации часто подвергаются дискриминации и преследованиям. Мы исходим из того, что как профсоюзная организация мы должны заниматься и педагогической деятельностью. Мы должны делать сами то, чего мы требуем от предприятий. Что имеется в виду? Вот у нас недавно прошел съезд в городе Рен во Франции. Мы назвали его экосъездом. Такие экосъезды мы организуем с 2010 года, с момента проведения съезда в городе Тури. То есть мы следим за потреблением воды, электроэнергии, за пластиковыми отходами, за выбросами СО2. Нам удалось на 20% сократить выбросы СО2 по сравнению с Ренским съездом. Это очень важно, тем более, что именно тогда бастовало железнодорожное ведомство. Нам удается также решать проблемы по уменьшению выбросов СО2. У нас 623 тысячи членов, и они должны понимать, что устойчивое развитие – это путь в будущее. Мы на 20% сократили выбросы СО2, но мы компенсируем эти выбросы. В этом году мы продумали два проекта. Один в Гане по энергетическому переходу, а другой в Азии, в Камбудже по развитию сельского хозяйства. А более конкретно, как профсоюз СДТ способен реализовать 17 целей устойчивого развития. Некоторые из этих целей для нас вполне естественны. Они касаются социальных аспектов. И, кстати говоря, некоторые думали, что мы будем заниматься только социальными целями. Но мы занимаемся всеми целями, поскольку мы считаем, что устойчивое развитие – это единое целое. В порядке примера можно упомянуть биоразнообразие. Казалось бы, какая связь между биоразнообразием и профсоюзной деятельностью? Но от биоразнообразия зависит выживание всего человечества. И если мы это понимаем, то, конечно же, мы не можем закрывать глаза на биоразнообразие. У нас есть специалисты, которые на полную ставку занимаются этими вопросами. Мы поддерживаем тесные связи с различными общественными организациями, неправительственными организациями, которые занимаются этой проблематикой. И цель проекции ФДТ учитывает все эти аспекты устойчивого развития, все 17 целей устойчивого развития. Наша деятельность осуществляется, прежде всего, в масштабах предприятий. У нас есть ряд возможностей действий. Мы представляем трудящихся в различных констанциях, в местном комитете. У нас есть представители профсоюза, завтра это будет социально-экономический комитет. Но мы также говорим о совместном принятии решений, как это принято во Франции. То есть представители второго коллектива должны иметь гораздо больший удельный вес принятия решений, в частности, в совете директоров, для того, чтобы цель устойчивого развития полностью учитывать стратегии предприятия. Если нам этого не удастся или удастся не полностью, то, по крайней мере, мы решаем эти задачи частично. Так, у нас есть члены Совета директоров и числа наемных работников. Они следят за интересами всех трудящихся. Они стремятся к тому, чтобы предприятие соблюдало все природоохранные требования, а также обеспечивало достойные условия труда, социальные условия, и при этом обеспечивало экономическую эффективность. Именно СФДТ оказало воздействие на тот законопроект, который сейчас обсуждается в парламенте. Это закон о плане действий в целях роста и преобразования предприятий. В этом законе нам не все нравится, но есть такие положения, которые были предложены нами. Речь идет об изменении Гражданского кодекса, в частности, его статьи 1833, где определяется конечная цель предприятия. До недавнего времени единственная цель предприятия была экономическая цель, то есть получение прибыли. А завтра у предприятия появятся и другие цели, социальные, экологические цели. Мы пока еще не знаем, какой будет эта мера и как будет измеряться ее эффективность, но это очень важный переломный момент. Наша главная роль в это время заключается в том, чтобы посмотреть на сегодняшний мир, представить себе мир завтрашнего дня, провести траекторию между этими двумя мирами. И эта траектория должна стать переходом, то есть представлять более справедливые условия для работников. Значит, надо себе представить компетенции работников и эволюцию рабочих мест с прицелом на завтрашний день, чтобы уже сегодня работники приобретали навыки для владения профессионально завтрашнего дня. И это наши движущие силы, благодаря этому мы продвигаемся вперед, благодаря этому наши дети будут жить в устойчивом и приятном для жизни мире. Субтитры создавал DimaTorzok